Мой сосед – миллионер. Авторы Томас Стэнли, Данка Уильям. Богатство и доход – разные вещи. Если вы много зарабатываете и при этом тратите всё, что получаете, вы не богатеете, а просто широко живёте. Богатство – это то, что вы накапливаете, а не тратите. Авторы книги «Мой сосед – миллионер» потратили 20 лет на исследование темы богатства. Они объехали всю Америку, изучая людей, живущих в престижных районах и ездящих за рулём дорогих автомобилей. Оказалось, что большинство тех, кто выглядит как богачи, на самом деле недостаточно богаты. Кто же он по-настоящему богатый человек? Основные идеи авторов Люди, скопившие значительные состояния, обладают несколькими общими чертами. Финансовый успех связан с правильным распределением времени, энергии и денег. В значительно меньшей степени он связан с тем, что люди наследуют от своих родителей. Для того, чтобы дети достигли финансового успеха, родители должны следовать ряду правил. Состояния редко создаются благодаря удаче, наследству, учёным степеням и даже интеллекту. Гораздо чаще богатство — результат тяжёлого труда, упорства, планирования и прежде всего самодисциплины. Существует семь общих черт, свойственных богатым людям. Они ведут более скромный образ жизни, чем могли бы себе позволить. Они эффективно распределяют время, энергию и деньги. Финансовая самостоятельность для них важнее, чем демонстрация социального статуса. Родители не оказывали им материальную помощь. Их взрослые дети финансово самостоятельны. Они правильно выбрали профессию. Портрет типичного миллионера. В среднем реализуемый годовой доход миллионеров составляет менее 7% их богатства. Иными словами, они живут менее чем на 7% своего капитала. Большинство миллионеров владеют собственным жильём. Почти никто из них не получил значительного финансового наследства, однако не чувствуют себя обделённым по этой причине. Уровень образования среди миллионеров достаточно высок. Миллионеры активно занимаются инвестированием. Часто их предпринимательскую деятельность можно назвать обыденной и скучной. Средний возраст американского миллионера – 57 лет. Как правило, он женат, имеет в среднем троих детей, и его заработок составляет от 80% от общего дохода семьи. Его семья накопила достаточно средств, чтобы прожить не менее 10 лет, не работая. Самый важный для миллионера человек – личный финансист. Второй по важности – юрист. Поэтому чаще всего миллионеры советуют своим детям изучать финансы или право. Урок первый. Доходы не то же самое, что капитал. Размер дохода объясняет лишь 30% разницы в достатке семей. Куда большее значение имеет распределение дохода и инвестиции. В среднем миллионеры инвестируют почти 20% своего дохода. Существует формула для определения того, насколько хорошо вы накапливаете богатство. Умножьте возраст на реальный семейный доход. Результат из всех источников, кроме наследства, разделите на 10. Пример. Энтони Дункан. Возраст 41 год. Получает 143 тысячи долларов в год. Имеет инвестиции, приносящие еще 12 тысяч долларов. Умножаем 155 тысяч на 41. Получаем 6 миллионов 355 тысяч. Делим на 10. Ожидаемый капитал мистера Дункана 635 тысяч долларов. Если ваш капитал не менее чем вдвое выше ожидаемого, вы отличный накопитель богатства. Если капитал в два раза меньше, вы плохой накопитель богатства. Любопытно, что владельцы собственного дела составляют менее 20% работающего населения Америки и две трети миллионеров. Три четверти из имеющих собственное дело определяют себя как предпринимателей. Большинство прочих – высококвалифицированные специалисты, такие как юристы и врачи. Большинство миллионеров ведет бюджет. Те, кто этого не делает, ограничивают себя другими способами. Например, инвестируют часть дохода прежде, чем появится возможность его потратить. Миллионеры живут намного скромнее, чем позволяют средства. Бережливость – основа накопления богатства. Если баскетболисты высокого класса получают 5 миллионов долларов в год, нет ничего удивительного в том, что его капитал – миллион. Однако, согласно формуле накопления богатства, человек, зарабатывающий 5 миллионов в возрасте 30 лет, должен стоить не меньше 15 миллионов долларов. Сколько высокооплачиваемых игроков в баскетбол владеют состоянием такого уровня? Очень немногие. Большинство из них ведет образ жизни гиперпотребителей. Те же, кто составляет бюджет и планирует расходы на год, ценят, что этот не самый приятный процесс приносит ощутимую выгоду. Бережливость и планирование бюджета идут рука об руку. Богатые люди, как правило, признаются, что впитали бережливость с молоком матери, а также отвечают «да» на следующие вопросы. Были ли ваши родители бережливы? Бережливы ли вы? Можно ли сказать, что ваш супруг или супруга бережливее вас? Урок третий. Знать, куда уходят деньги. Почти две трети миллионеров отвечают «да» на вопрос, знаете ли вы, сколько ваша семья тратит ежегодно на еду, одежду и проживание. Люди с высоким доходом, но не миллионеры, как правило, отвечают «нет». Миллионеры, чаще не миллионеров, следят за расходами. Каждый месяц они подсчитывают, сколько из запланированного израсходано по каждой статье. В конце года все расходы по каждой статье суммируются. Такой метод позволяет легко следить за бюджетом и корректировать его каждый год. Планирование, ведение бюджета и потребление взаимосвязаны. Урок четвертый. Знать, куда должны уходить деньги. Две трети опрошенных миллионеров положительно отвечали на вопрос, есть ли у вас планы и цели на завтра, следующую неделю, месяц, год, оставшуюся жизнь. Те же, кто отвечал «нет», уже достигли финансовой независимости и ушли на покой. Эффективность – один из важнейших факторов накопления богатства. Богатеют люди, знающие, как распределить время, энергию и деньги с максимальным эффектом для роста чистой стоимости. И отличные и плохие накопители богатства говорят, что хотят разбогатеть. Но на деле эти два типа резко различаются по количеству времени, уделяемого работе над своими целями. Планирование бюджета и постановка целей требуют времени, но это время, которое миллионеры готовы потратить. Отличные накопители богатства, как правило, тратят в два раза больше часов на планирование бюджета, чем плохие накопители богатства. Опрошенные отличные накопители богатства в большинстве своем согласились со следующими утверждениями, в отличие от плохих накопителей богатства. Я инвестирую много времени на планирование финансов. Как правило, я уделяю много времени своему инвестиционному портфелю. Когда я распределяю свое время, управление финансами всегда ставлю в приоритет. Не нужно иметь доход в шестизначной сумме, чтобы достичь финансовой независимости. В принципе, существует тесная связь между планированием инвестиций и накоплением богатства. Большинство отличных накопителей богатства составляют расписание для планирования и управления финансами. Каждую неделю, месяц, год они планируют инвестиции. По статистике, такие люди тратят на планирование капиталовложений около 8,5 часов в месяц и делают это регулярно. Чтобы разбогатеть и оставаться богатым, необходимо отвечать «да» на четыре вопроса. Придерживается ли ваша семья продуманного ежегодного бюджета? Знаете ли вы, сколько ежегодно расходует ваша семья на питание, одежду, жилье и домашнее хозяйство? Имеете ли вы ясное представление о своих целях на сегодняшний день, текущую неделю, месяц, год? Достаточно ли времени вы уделяете планированию своей финансовой политике? Составлять бюджет легче, если помнить о выгодах этого в долгосрочной перспективе. Урок шестой. Дом. Милый дом. Выбор дома, а также чистота, с которой вы меняете дома, определяющие факторы для накопления богатства. Большинство миллионеров живут в одном и том же доме на протяжении 20 и более лет. Жизнь в менее дорогом районе позволит тратить меньше и инвестировать больше. Люди, живущие в домах за миллион, не миллионеры. У них, как правило, высокий доход, но между тем они плохие накопители богатства. Урок седьмой. Люби и почитай жену свою. Большинство богатых людей всю жизнь состоят в браке с одним и тем же человеком. Семейные люди накапливают больше богатства, чем одинокие или разведенные. Не менее важно отношение вашего спутника жизни к бережливости, потреблению и инвестированию. Согласно опросам, большинство миллионеров бережливы, но их вторые половины еще более бережливы. Супруги не могут быть накопителями богатства, если один из них стремится к гиперпотреблению. Гиперпотребительские привычки часто связаны с отсутствием единого контроля над расходами. Огромная часть потребления – результат самостоятельных действий каждого члена семьи. Противоположную картину можно наблюдать в семьях, где супруги вместе планируют бюджет и согласовывают расходы. Урок восьмой. Не растрачивайте капитал на статус. Примерно четверть миллионеров владеют автомобилем текущего года выпуска, но еще четверть ездит на машинах, выпущенных более четырех лет назад. 86% машин класса люкс принадлежат не миллионерам. Для миллионеров финансовая самостоятельность важнее, чем демонстрация высокого социального статуса, который обеспечивает новый автомобиль. Урок девятый. Богатые не плачут. Согласно опросам, финансово независимые люди счастливее своих ровесников со схожим уровнем дохода, не накопивших богатства. Отличные накопители богатства беспокоятся о будущем гораздо реже плохих накопителей богатства. В случае непредвиденных обстоятельств у них всегда есть финансовая подушка. Вдобавок, они не ожидают, что статусные покупки сделают их счастливее, потому что это не так. Опросы показывают, что среди владельцев BMW и Rolex счастливых не больше, чем среди обладателей Peugeot и Casio. Урок десятый. Отпустить птенцов из гнезда. Дети богатых родителей редко бывают бережливы. Трудно быть бережливым, занимая высокое общественное положение, требующее высокого уровня потребления и, соответственно, более низкого уровня капиталовложений. Миллионеры-предприниматели советуют своим детям стать владельцами частных практик, высококвалифицированными терапевтами, стоматологами, юристами, финансистами, инженерами и архитекторами. Родители-миллионеры в несколько раз чаще посылают своих детей учиться на врачей и юристов, чем другие американцы. В результате дети могут нуждаться в материальной помощи родителей. Как большинство высококвалифицированных специалистов, они много зарабатывают, но вынуждены при этом много тратить. Люди, получающие материальную помощь, чаще используют ее для потребления, а не для накапливания или инвестирования. Они перестают видеть грань между своими средствами и средствами своих родителей, чаще пользуются кредитами, реже делают инвестиции. Статистика показывает, что чем больше денег получают от родителей взрослые дети, тем меньше они богатеют. При этом многие родители считают, что их средства могут автоматически принести детям жизненный успех. Правила для богатых родителей и преуспевающих детей. Как бы богаты вы ни были, приучайте детей к бережливости и самодисциплине. Дети не должны знать, что вы богаты, пока они вырастут, не получат профессию, не станут себя обеспечивать, ведя разумный и достойный образ жизни. Сведите к минимуму обсуждение того, что из вашего имущества достанется каждому из детей и внуков. Никогда не предлагайте денег или подарков взрослым детям в качестве компенсации за их неудачи. Не вмешивайтесь в семейную жизнь взрослых детей. Не конкурируйте с собственными детьми в том, что касается финансов. Радуйтесь достижениям детей, а не престижным символам. Дети должны понимать, что многие вещи дороже денег. Добившиеся наибольшего успеха дети богачей очень часто не получали от родителей денег. Успех невозможен без риска, а для риска нужна смелость. Смелость может развить в себе каждый, но это невозможно сделать в условиях, где исключен всякий риск и опасность. Материальная помощь со стороны родителей больше стимулирует потребление, чем накапливание и инвестирование. Урок 11. Правильный выбор профессии. Сейчас весьма перспективен бизнес, ориентированный на богатых клиентов. Те, кто предоставляет услуги богатым, могут и сами разбогатеть. Да, богатые, особенно те, кто сделал состояние собственным трудом, действительно бережливы. Но они готовы хорошо платить за грамотные консультации по инвестициям, управлению финансами, за юридические услуги, медицинскую помощь, образование, жилье. Поскольку большинство богатых – владельцы и управляющие компаний, они являются крупными потребителями. И, наконец, богатые – вовсе не так бережливы, когда дело касается их детей и внуков. А дети и внуки редко отличаются бережливостью, когда надо потратить значительные суммы, преподнесенные им в подарок. Потенциально прибыльные виды деятельности. Юристы, специализирующиеся на наследстве, налоговом праве и миграционном законодательстве. Стоматологи, пластические хирурги, психологи и психиатры. Работники сферы образования. Специалисты по праву и финансам. Специалисты по рынку жилья. Некоторые области бизнеса приносят большой доход, и, следовательно, владельцы подобных компаний тоже реализуют гораздо более высокий доход. Однако то, что ваш бизнес ведется в прибыльной области, еще не гарантирует высокого дохода. Иметь свое дело – всегда немалый финансовый риск. Риск – это быть наемным работником у плохого работодателя. Если возникают проблемы, я их решаю. Возглавить компанию может только ее владелец. Никто не ограничивает количество денег, которые я могу заработать. Рискуя и преодолевая трудности, я становлюсь опытнее и сильнее. Чтобы иметь собственное дело, нужно хотеть этого. Среди опрошенных бизнесменов наибольших успехов добились те, которые влюблены в свою работу и горды тем, что делают ее в одиночку. Двойная выгода жизни посредством. Тратя меньше, чем зарабатываете и откладывая деньги, вы не только накапливаете больше богатства, но и учитесь жить посредством. Если ваш годовой доход составляет 50 тысяч долларов, тратите вы 40 тысяч, а 10 тысяч откладываете, то когда вы выйдете на пенсию, вам понадобится 40 тысяч долларов в год. Если же вы зарабатываете все те же 50 тысяч, тратите 48, а откладываете 2, к моменту выхода на пенсию, вам понадобится 48 тысяч долларов в год, чтобы поддерживать привычный образ жизни. Выгода жизни посредством заключается в том, что вы сможете достичь финансовой независимости и уйти на покой раньше, чем ваши ровесники – плохие накопители богатства.